Инструкция для мудрой жизни Инструкция для мудрой жизни Устрояй и дом твой Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего К чему тебе обманывать устами твоими Не говори, как он поступил со мною Так и я поступлю с ним Воздам человеку по делам его Проходил я мимо поля человека ленивого И мимо виноградника человека скудоумного И вот все это заросло терном Поверхность его покрылась крапивою И каменная ограда его обрушилась И посмотрел я И обратил сердце мое И посмотрел И получил урок Немного поспишь Немного подремлешь Немного, сложив руки, полежишь И придет, как прохожий Бедность твоя И нужда твоя Как человек вооруженный Размышления Часть первая Будьте справедливы Книга притчей Соломоновых 24 глава С 23 по 29 стих Когда с нами поступают Несправедливо По-человечески Нам всегда хочется отомстить Парадокс в том Что месть рождает Новую несправедливость И создается замкнутый круг Когда кто-то причиняет мне боль Я хочу сделать ему еще больнее Но Бог справедлив И мы, будучи Его детьми Тоже должны поступать справедливо Справедливость тесно связана С правдивостью Правда исцеляет Хотя и не всегда приятно или удобно Иисус Христос Идеальный пример справедливости Он общался с презренными И отверженными Неудачниками Он не только учит истине Он сам есть истина А еще Он простил тех Кто несправедливо его Распил За преступления Которых он не совершал Давайте будем поступать так же Чтобы показать миру Библейскую справедливость Поступая справедливо Иисус показал Что верующий в Него Может поступать Точно так же Мы тоже Способны жить Справедливо Размышления Часть 2 Трудитесь прилежно Книга притчей Соломоновых 24 глава С 30 по 34 стих Бог сотворил нас Чтобы мы жили И усердно трудились Для Него Наша посвященность Богу Означает И серьезное отношение К своей работе Бог сказал Что благословит Дела наших рук Легко Облениться и забыть Что мы должны делать Это может проявляться в том Что мы Затягиваем Перерыв на работе Или Вместо того Чтобы выполнять свои задачи Сидим В соцсетях Хотя в нашей жизни Обязательно Должно быть Место отдыху И веселью Нужно Улавливать момент Когда Рабочий энтузиазм Охолодевает И продолжать Усердно трудиться Бог труженек А своей ленью Мы его позорим Давайте трудиться Усердно И сосредоточенно Молитва Бог отец Пожалуйста Помоги мне Целенаправленно И усердно Исполнять то Что нужно сделать сегодня Помоги Не отвлекаться Как бы не искушала меня лень И множество вещей Которые Пытаются Завладеть Моим вниманием Во имя Иисуса Христа Я молюсь Аминь Продолжение следует...